Я не мою машину. Не взял, доехать взял человек. Используем прибор ТОНИК, проводится светопропускание. Проверяется светопропускание стекол. 15%. 15% больше составляет. А допустимая пропускаемость света у стекол должна быть не менее 70%. И хоть автомобиль для награжданий взял на прокат, штраф платить придется ему. Ведь оформляется протокол на водителя. Безусловно, в солнечную погоду, вот в таких вот очках комфортно. Ну попробуйте походить в них в темное время суток. Я пробовал, ничего не видно. Что же говорить о таких вот наглухо тонированных машинах? А ведь скорость автомобиля в десятки раз выше скорости пешехода. Статистика Дорожной полиции подтверждает мои предположения. Тонировка опасна для всех участников движения. Большинство дорожно-транспортных происшествий у нас происходит именно по вине, когда водитель едет в тонированной машине. Он практически не видит, что происходит рядом с ним. И может не заметить в темное время суток наших пешеходов на дороге. Они и так, в принципе, у нас в темной одежде. Идут большинство людей. А когда еще тонированная машина, практически полностью сливается пешеход с проезжей частью. Нарушители при включенной камере беседовать отказывались. Но в приватной беседе говорили, что тонировка создает для них ощущение личного пространства в машине. Что благодаря ей воры не видят того, что лежит в салоне. Эти плюсы, как они считают, стоят 500 рублей. Таков штраф за это нарушение. Однако, только этим любителям личного пространства не отделаться. Помимо административного штрафа, за данные правонарушения выдается водителю предписание на устранение неполадки. В соответствии с которым в течение 10 дней он должен устранить тонировку стекол боковых или слабового стекла. И предоставить транспортные средства для осмотра в ГИБДД. После этого правонарушение считается закрытым. Арман тонировки стекол предпочитает темные очки. Так и солнце не мешает, и никакого конфликта с ПДД. А тонировку у меня не надо. Ну, мешает. Но я ночью тоже работаю. Не мешает. Потому что без тонировки. Если хочешь, я покажу. Сегодняшний рейд показал, что не все такие благоразумные, как этот водитель. За время нашего дежурства было выписано 6 штрафов. Илья Кремнев, Михаил Решетов, Ольга Садовская, Видное ТВ.